День с толком Косихинские школьники сами выращивают овощи для столовых. Нравится ли детям такая работа? Ему 82, но каждый день он следит за чистотой двух дворов и следит настолько, что местные жители дарят ему подарки. Чем так покорил жильцов барнаульский дворник? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алтайскому краю дополнительно выделено почти миллиард рублей на объекты, где предусмотрено федеральное финансирование. Сегодня об этом сообщил министр финансов региона Данил Ситников. Напомним, об удорожании стоимости строительства и капремонта соцобъектов недавно говорили представители строительной отрасли. Поэтому власти подготовили изменения в адресную инвестпрограмму. Губернатор подчеркнул, что все выделенные средства должны быть освоены, а обязательства на счет соцвыплат и зарплат бюджетникам будут выполнены. Основные повышения состоятся в посредней заработной плате от 10% до 20%. Я думаю, что 95% или 99% работников в бюджетной сфере, а их, напомним, у нас с вами 160 тысяч, имеется в виду краевых и муниципальных, вот у них в основном такое повышение произойдет. Виктор Томенко также поблагодарил всех за приятные слова. Губернатору сегодня исполнился 51 год и отметил, что отвечать на поздравления, которые ему прислали, придется, наверное, до конца недели. Апелляция оставила без изменения обвинительный приговор по маковому делу. Алтайского предпринимателя, который торговал в магазине кондитерским маком, и двух его продавцов в прошлом году обвинили в контрабанде наркотиками. Родственники подсудимых возмущены тем, что апелляция не оставила шансов на смягчение приговора. Подробности у Валентины Аскеровой. Слушание длилось долгих пять часов. Подсудимый Сергей Сиренко зачитывал нарушения, которые были допущены при расследовании суда первой инстанции, рассказывает супруга Сергея Маргарита. Как таковых нам сильно-то и не дали поговорить, ну, в смысле Сергея высказаться, так как его постоянно пререкали. Вы повторяетесь, мы все это изучали, мы как бы, ну, то ли, может, торопились, то ли, я не знаю, почему так произошло. Ждали чуда, но чуда у нас не произошло. Приговор у нас остался без изменения. Напомним, алтайского предпринимателя Сергея Сиренко и двух его продавцов судили за контрабанду пищевого мака. Уголовное дело тянется с 2019 года, когда Сиренко задержали на таможне. Бизнесмен перевозил товар из Казахстана на Алтай. Мак изъяли и обнаружили в нем следы маковой соломы – наркотического вещества. После этого начались суды и настоящий ад. Так на одном из заседаний Дарьи Бетюцкой стало плохо. Дыши, 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 девочка. Дыши, дыши, хватит. Осенью прошлого года Центральный районный суд приговорил Сергея Сиренко к 11 годам строгого режима от Дарьи Юлю к 10 и 5 соответственно. Мне был заказан факт присутствия в пищевом маке матовой соломы. Кстати, прокуратура в апелляции просила о пожизненном заключении Сергея Сиренко Дарьи вместо 10 – 10 лет и 1 месяц. А Юля и хотела вернуть банку с маком, который исключили из материалов уголовного дела на последнем слушании. Но прокурорские запросы удовлетворены не были, радуется супруга Сергея Маргарита. Добавляет, что сейчас муж готовит кассационную жалобу в Кемеровский суд. Надеюсь, что все-таки отменят приговоры, направят на новое перерасследование. Сейчас Сиренко и два его продавца находятся в СИЗО. По словам Маргариты, по этапу обвиняемых отправят в конце мая. Мы будем следить за развитием ситуации. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Волонтеры помогают барнаульцам проголосовать за места, которые благоустроят в следующем году. До конца мая горожане должны определиться с территорией, которую в 2023 году ждет преображение. А также выбрать один из трех дизайн-проектов по благоустройству парка «Юбилейный». Голосование идет уже месяц, но не все горожане о нем слышали. Помощь им готовы оказать волонтеры в трех точках. МФЦ на Ленина 6 и торговых центрах «Галакси» и «Пионер». Мы подходим к людям, спрашиваем, будут ли они голосовать. Если соглашаются, мы предлагаем им либо сделать это сейчас с нами, по номеру телефона или через госуслуги, либо пройти через ссылку по QR-коду, либо через саму ссылку. Мы занимаемся всего лишь пять минут. С этой времени они голосуют, и это намного быстрее, чем они будут это откладывать на потом. Мы тоже решили спросить у барнаульцев за благоустройство, каких территорий проголосовали бы они. И оказалось, что в типовом списке горожан не только скверы и парки. Пошла на молодежную, ну и там вид неприглядный был. Вот там вообще дом весь в ужасном состоянии, ну и территория, естественно. Вот, например, вот это требует повышенного внимания. Раньше здесь была красота, были цветы, были клумбы. Я здесь живу, просто вот тут сейчас нету ничего. Парк юбилейный, вот его бы в порядок привезти было бы вообще идеально. Всю и территорию, и все это. И вот восстановили бы актракционы, которые там было бы. Детям было бы здорово. Возродить в школах общественно полезный труд. Такие предложения все чаще звучат на уровне страны. А между тем, в Косихинском районе традицию работы учащихся на приусадебных школьных участках не прерывали. Наоборот, ведение огородов здесь всячески поддерживают. И благодаря этому стоимость обеда в сельских школах по сравнению с городскими дешевле в три раза. Тему продолжит Елена Макаренко. Ученица четвертого класса Малаховской школы во время перемены не сидит в телефоне, не бегает по коридорам, а заботливо поливает рассадом. Через несколько дней дети пересадят ее в открытый грунт на школьном огороде. А пока здесь сеют свеклу и морковь. Можно девочки посадить маленькими кучками на расстоянии где-то 5 сантиметров. Вот смотрите, несколько раз зернышек в одно место, потом дальше отодвинули ручку. На таком расстоянии, чтобы нам реже ее было прорывать. Хорошо? На пришкольном участке выращивают зелень и все виды овощей. Так ученики младших классов сеют горох и кукурузу. Старшеклассники выполняют всю остальную работу, включая посадку и копку картофеля. Ну, работа есть, работа что у меня убегает, что ли? Я к этому отношусь нормально. Со временем становится интересно, потому что понимаешь, что это ждет и в будущем. Разные культуры сеяла? Да. Какие? Свекла, морковь, картофель, капуста, помидоры, огурцы, тыква. Этот участок не весь школьный огород. Для выращивания картошки есть еще надел в 30 соток, который выделил местный аграрий. А на территории школы два года назад дети вместе с учителями заложили плодово-ягодный сад. У нас здесь произрастает черная смородина, красная смородина, жимолость, яблони. С этой стороны у нас тоже заложен сад яблонь и полукультурок. В том году мы уже собрали урожай жимолости и черной и красной смородины. Из ягод в школьной столовой варят компоты, из овощей – самые разные блюда. Весь урожай идет на питание учащихся. Хватает его до апреля. В общем-то это, конечно, хорошо, когда есть свои овощи. Это для питания детей полезно. И в то же время, конечно, экономично в том, что мы 25% от родительской платы у нас покрывается за счет этого огорода нашего. Школьный обед здесь стоит 21 рубль. Это в 3-3,5 раза дешевле, чем в Барнауле. И такой экономией отличаются все школы Косихинского района. При каждой из них есть огород площадью от 20 соток до гектара. На развитие приусадебных участков обратил внимание депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он считает, что для сельских школ, а таких в крае порядка семи сотен, огороды могут стать реальным подспорьем экономии, как для семей, так и в целом для бюджетов муниципалитетов. В условиях санкции необходимо обеспечить детей полноценным питанием и при этом еще и сдержать нагрузку на семейные бюджеты. Поэтому сезон полевых работ на пришкольных участках уже стартовал. И надеемся, что погода не подведет. А у муниципалитетов как раз останется время для того, чтобы подготовить все необходимые условия для хранения будущего урожая. Каждую школу района курирует один из местных сельхозпроизводителей. Аграрии оказывают всю необходимую помощь, будь то земля, техника или склады. Иванов, Анна Трубинова, Юрстинов, Владимир, Равиль, Медвеж. Если нет возможности, например, нет хранения, помощь хранилища. В основном они есть. Но оказывают в этом услугу тоже сельхозтоваропродукт. То есть здесь контакт налажен. Шефство над Малаховской школой взял на себя аграрно-производственный комплекс «Союз». А чего мы хотим тогда получить с ребенка, если он все будет получать готовенько? Он понятия не будет иметь о том, что происходит. В такой ситуации скоро дети будут считать, что мясо растет на деревьях. Сельхозпроизводители района считают, что общественно полезный труд школьников нужно возрождать повсеместно. Говорят, от такой идеи сплошные плюсы. Школьные обеды качественные и недорогие, а дети, приученные к работе, знают основы сельского хозяйства. А значит, в будущем смогут прокормить и себя, и страну. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Своим тихим ежедневным трудом они спасают жизнь и ставят пациентов на ноги. Сегодня медицинские сестры отмечают свой профессиональный праздник. Наша съемочная группа пообщалась с сестрами клинической больницы скорой медпомощи и узнала, откуда они при своем плотном графике черпают силы. Как вы себя чувствуете? Нормально. Все хорошо? Да. Пока пациент рассматривает смешную шапочку медсестры, она уже сделала все необходимые манипуляции. Хороший, отвлекающий маневр при работе с пациентами делится секретами медицинская сестра Анна Трифонихина. Девушка пятый год выхаживает пациентов в клинической больнице. Работа только в радость. Тут движение, тут как-то видно то, что мы помогаем людям, что не просто это пришел отсидел. Видно, когда люди выписываются, улыбки на лица. Подготовка кабинета, забор анализов, внутривенные инъекции. За девятичасовую смену делу среднего персонала не в проворот. В учреждении скорой медпомощи из тысяч сотрудников почти половина – это медсестры. Трудятся в отделениях, ассистируют при операциях. На одну медсестру приходится 25 пациентов. Укомплектованность средним персоналом больницы – 90%. Графики тяжелые, но тут по возможности идем навстречу. Если необходимо отдых, да. Если переболели, допустим, ковидом, то стараемся в санаторий отправлять. То, что по возможности премии выплачиваем, тоже хотя и трудное время. Кстати, старшая медицинская сестра больницы помогает пациентам аж 1986 года. Мы работаем, принимаем круглосуточно, то есть сутки через сутки к нам везут пациентов со всего города. Мы оказываем экстренную хирургическую помощь. То есть и ножевые ранения, и кровотечения, и аппендициты, холециститы, панкреатиты, грыжи. Сегодня медсестеры в их профессиональный праздник торжественно поздравили в актовом зале. Ну а дома не до праздников. Говорят, нужно отдохнуть перед сменой. А дома? Дома? Да никак. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Музейная ночь пройдет уже в следующие выходные. 21 мая почти 100 музеев распахнут двери во всем Алтайском крае. Кстати, есть новые фишки, которые, как говорят организаторы, помогут собрать еще больше людей. Моя коллега Анастасия Наборщикова уже знает подробности. А мне интересно, еще больше это сколько? До пандемии был поставлен рекорд 30 тысяч человек. Это только в Барнауле. На этот раз синоптики обещают еще теплую погоду, поэтому есть все шансы побить эти цифры. Тем более события обещают быть интересным. Так, например, в Сростках на родине Шукшина живут герои его рассказов. Например, голографическая проекция Степана Разина из романа «Я пришел дать вам волю». Для этого создана виртуальная сцена, на ней прозвучат целые отрывки произведений. К слову, в акции участвуют полсотни музеев из сел и деревень. В списке есть родина Титова и Золотухина. Но краеведы Барнаула тоже удивят. Квест «Паранормальный краеведческий» создал старейший музей. Узнать о его тайнах, возможно, встретить за углом какого-то призрака. Поэтому мы призываем всех взять с собой фонарики, разгадать тайны старинного манускрипта и изготовить философский камень. Тех, кто придет в нашу горную химическую лабораторию, ждет такое увлеченное путешествие. Известна цена билета – 100 рублей. Сразу скажем, что он не единый. То есть, если вы решили посетить, например, два музея, то заплатить придется дважды. Бесплатно пройдут только дети, которым не исполнилось 6 лет. Старшеклассники и студенты могут воспользоваться пушкинской картой. На ее балансе сегодня 5000 рублей. Кстати, стоять очередь на кассе не обязательно. По всекраевые, ну и большинству муниципальных музеев можно билет купить электронно в своем сотовом телефоне. В прошлом году не было такой возможности. А в этом году пушкинская карта как бы сподвигла музеев перейти, наконец, на электронную систему. А это значит, что можно заранее спланировать маршрут. Для этого нужно зайти во Вконтакте. Сообщество «Ночь музеев 2022» в Алтайском крае. Здесь уже представлены выставки, список музеев и вообще программа дня. Поэтому планируем, покупаем билеты и экономим. Баскетбольный клуб «Барнаул» завершил свой дебютный сезон в Суперлиге 1 на 10-м месте из 15-ти. По словам руководства, сезон вполне неплох. Но сейчас перед клубом стоит много кадровых вопросов. И об этом прямо говорили на пресс-конференции. Слово Дмитрию Троздову. Итоги дебютного сезона подводили только с директором клуба «Барнаул». Сейчас у баскетболистов нет тренера. Неизвестно, что составом и каким регламент в Суперлиге будет в следующем сезоне. Но без паники. У главного тренера Евгения Горева 30 апреля закончился контракт. Плюс клуб не знает всю структуру нового сезона. Кто будет противником, сколько команд и какой регламент. Исходя из этого, рассчитывают примерный бюджет. И только потом подпишут новое соглашение с тренером. Кто это будет, неизвестно. Но Горева терять никто не хочет. Переговоры с Горевым тоже планируются. Ему просто предложат денег. Столько я не смогу ответить на это предложение. И я буду рад, если у него поступит предложение с более высокой зарплатой. Может быть в более статусном клубе. В подвешенном состоянии и состав команды. В этом сезоне наши лидеры показали фантастическую игру. И вероятнее всего многие клубы в очереди за ними. Удержать баскетболистов Барнаул не сможет. Все это понимают. Но сегодня в клубе подобрали такой принцип наполняемости. Несколько молодых парней. Основная прослойка из игроков до 25 лет. И 2-3 опытных баскетболиста. Так называемые дядьки-наставники. Мы не идем в Суперлигу 1 даже молодым составом, чтобы нас там избивали. Мы туда пойдем и будем драться. В каждой игре. В каждом эпизоде. Потому что у нас такой клуб, мы по-другому не можем. Мы заряжены именно на это. Проясняться ситуация начнет после 18 мая, когда состоится собрание Всероссийской Федерации Баскетбола. После этого и начнут подбор кадров и подготовку к новому сезону. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Ему говорят спасибо едва ли не каждый день. Его поздравляют с 23 февраля и дарят подарки. А еще просят не покидать свое место работы хотя бы в ближайшие годы. Такие теплые чувства жители двух барнаульских домов испытывают к местному дворнику. Сергей Виттенберг людям отвечает взаимностью. С заслуженным дворником района познакомилась и наша съемочная группа. Если вот так оставить игрушки, то их обязательно расколют. В 6 часов утра первым трамваем из центра города Сергей приезжает в микрорайон Матрешки. Рабочий день бывшего инженера длится до 4, а порой и 5 часов. Работа сложная, но 82-летнему мужчине, а дедуля его и не назовешь, выбирать в свое время не пришлось. Кредиты, взятые внуками, выплачивали они с супругой. Теперь все, что я знаю и все мои знания в этом мире уже не требуется. Кроме дворника, места мне было не найти. Я когда устроился сюда, с большой радостью ходил. Не потому, что там работа грязная, а потому, что просто работаешь. К слову сказать, двор здесь красивый и невероятно чистый. Жильцы говорят, благодаря Сергею. А он старается помнить только хорошее. Хотя неприятные и рабочие моменты все же случаются. Бросают окурки, обрывки бумаги, фантики дети. Ну, в общем, стаканчики. Ну, Господи, что только не бросают. А из окон бросают все. Начиная от завтрака. Да ладно! Точно, что хотите. И пельмени бросают. Сегодня здесь бросили, завтра там бросили. На вас не попадало хоть? Нет, на меня нет. А вот на мою коллегу чуть не сбросили. Кто-то там оправился в пакет и бросили. И мимо нее чуть-чуть не попали. Но приятных моментов гораздо больше. Люди здороваются, благодарят инициативную группу. А жители здесь очень дружные. Даже дарят подарки. С праздником вас. Здравствуйте, здравствуйте. С праздником наступающим вас. Так, это видеоотчет для всех жителей матрешек. У нас сейчас такая традиция. 23 февраля всегда ему собирать как премия. Ну, зарплата, сами знаете, дворника маленькая. Он как раз-крас в этот день заболел. Мы съездили к нему и в дом, где он там живет. И привезли ему деньги. Все его знают, очень благодарный, общительный человек и приятный. Но главная заслуга Сергея, конечно, чистый двор. И в снег, и в слякоть он всегда на месте. Никакие ветра, а двор со всех сторон продувается, не заставят мужчину оставить работу. Дрожит и отношениями с людьми. Никаких сюрпризов не ждал. Сергей поделился, что сейчас в семье с деньгами стало полегче. Уже, по идее, можно задуматься и об уходе с работы. Но пока увольняться не хочет. Говорит, всю жизнь работал и не представляет свою жизнь иначе. Так что переживать за чистоту во дворе жильцам микрорайона в ближайшее время не придется. Да и дружба просто так закончиться не может. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон ошей редакции 205 545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова